и так вот так на выглядит вот так выглядит тест на коронавирус посмотрим что здесь внутри так внутри все все достало ну сам тест коронавирус в тест до тест набор иммуно хроматографичный для выявления антител коронавирусу вот украинская производитель украина пол пятая страна в мире которая начала производить теста дальше инструкция подробная потом здесь у нас есть все как видите таком закрепленном скарификатор есть скарификатор эта штучка для прокалывания пальца салфетка спиртовая волос на спиртовая салфеточка вот такая вот пипеточка которая здесь судя по всему отламывается и сюда ага тут есть вот какой-то растворчик видите скорее всего нужно будет капнуть кровью сюда или сейчас мы почитаем подробную инструкцию здесь написано враховуючи объем буферного розчину необходимого для проведения аналізу перед відкриттям микро прибірки зробите наступное тримаючи микро прибірку вертикально кришкою до гори постукати два три раза дном об тверду поверхню то есть вот вот так вот мы стучим з метою стекания крапель зі стінок на дно микро прибірка то бачите ось тут є есть капельки у нас тут у нас есть капельки вот для того чтобы они стекли нужно вот так вот постучать вот это как напоминание когда это все будет делаться дальше здесь у нас показывается как нам нужно делать для чего какие принципы состав тест кассета в индивидуальной упаковке пипетка а буферный розчин да додатковые материалы которые не входят пробирки для выбору зразки в центре пофуга для отримания сиворотки чи плазма одноразовые гумовые рукавички таймер та годинник очень прикольно то есть судя если вот так вот читать буквально то нужно обязательно центре по центре фуга для получения сыворотки посмотрим сейчас будем читать как тут что делать так тут начали 45 идем читаем что для отримания более точных результатов рекомендуется проводить тестирование сразу после забора материалов цельная кровь сыворотка или плазма которые вы используются при тестировании должны быть отобраны в соответствии с лабораторными инструкциями но это понятно так потом здесь рассказывается как сыворотку крови готовить f512 подготовка цельной крови вот как взять капиллярную кровь рассказывается что нужно протереть палец спиртовой салфеткой дать высохнуть потом размять средний или безымянный палец от запястья до кончиков пальцев не дотрагиваясь места прокола проколоть шкуру пальца а вытереть первую каплю спиртовой салфеткой видите действительно всегда сейчас вспоминаю действительно всегда вытирают а потом массажируя палец добиться получения достать достаточной капли крови ничего не дотрагиваясь отобрать одноразовой пластиковой пипеткой образец собранной крови уныкающий утворение бульбашек но даже этого я не знаю как или добавить одну стекающую каплю непосредственно в ячейку для образца тест-кассета так что получается не нужна вот эта штучка судя по всему цельную кровь просто капают тут написано или добавить одну стекающую каплю непосредственно в ячейку для образца тест-кассеты согласно пункту 6 пункт 6 это процедура тестирования то есть тестирование сыворотки или плазмы крови мы не осмотрим потом тестирование цельной крови достаем тест-кассету из герметической упаковки кладем ее на чистую сухую ровную поверхность после открытия тест-кассету нужно использовать в течение часа не допуская прямых попадания прямых солнечных лучей используя пипетку которая входит в состав набора набирается образец так чтобы уровень крови был выше за линию отбора и здесь здесь линия отбора я не вижу используя пипетку ага линия отбора это вот начало ага вот тут это линия отбора вот она нарисована ведь то есть идет долгая кстати это она помятая это я думала она обламывается на самом деле это она помялась уже почему-то наверно нужно будет тогда ее обрезать лучше потому что вот так вот хуже может быть вот линия отбора начинается вот как раз вот с вот этого вот толщине и нужно набрать один сантиметр наберите в суда кровь так чтобы уровень крови был выше за линию отбора приблизительно на один сантиметр то есть вот линия отбора и вот тут вот один сантиметр и да да и добавьте одну полную каплю цельной крови в образец в ячейку для образца тест-кассеты вот она вот так выглядит сейчас я пока не распечатаю потому что мы еще не тестируемся а потом добавьте две капли буферного раствора в лунку для образца тест-кассеты как показано на малюнку 2 то есть я не понятно сначала мы берем цельную кровь один сантиметр а потом все таки видите все таки сюда надо а потом сюда две капли и туда же выливаем судя по всему и тут она нарисована как с пипеточкой наливается но тут и пипеточки вообще не наблюдаю то есть тут пипетки я не вижу как там нарисовано и колпачка пипеточного я тоже такого не вижу чтобы прицепить а тут нарисована как будто с пипеточки да вот то есть и все это в одну штучку мы наливаем внимание используйте только и пипетку которая входит состав набора в случае тестирования образцов капиллярной крови полученной из пальца пациента можно провести анализ следующим образом после обработки пальца спиртовой салфеткой прокола пальцы с корификатором которые входят в состав набора первую каплю крови выдавить спиртовой салфеткой а удалить спиртовой салфеткой потом развернуть палец и держа палец над тест системой но не дотрагиваясь пальцем тест системы постараться сделать так чтобы следующая капля крови попала в центр лунки для образца тест кассета а потом уже добавить две капли буферного раствора в лунку для образца тест кассета внимание избегайте попадания воздушных пузырей в лунку для образца и не стоит брать в руки тест кассету до завершения тестирования потом нужно засечь время и подождать 10 минут через 20 минут результат уже не воспринимается то есть позитивный будут видите здесь показатели есть айджи айджи м видно вот а если есть и айджи айджи м ц это проверочная полоска да то есть айджи м это только в начальной стадии айджи это давно уже поболел негативно если только проверочный и если цех не отобразилась по какой-то причине значит с тестом что-то не то в общем как то так постараемся проверить чувствительность теста не менее 100 процентов при определении айджи то есть если вы переболели гораздо раньше то вас этот тест должен показать то что вы ранее переболели и у вас есть иммунитет на данный момент и у вас есть на данный момент антитела айджи джи